Олег Кустов. Титаническое состояние. Часть первая. Они единственные избранные, И они нас не благословят. Артёр Рымбо. Сезон в аду. Невозможны. На заре истории символы, в которые веровало человечество, обретали обители. Так появились храмы, затем города. Всякий, кто родился поэтом, становился зодчим и возводил храм. Терцины цветными стёклышками выглядывали витражи оконных проёмов. Катрены крепким каркасом ложились в основании базилика. Дистих радовал рассыпами колокольных звонов. Зодчество было своего рода письменностью, пока Гутенберг не изобрёл печатный станок. Тогда каменные буквы сменились свинцовыми. Язык книг пришёл на смену архитектурным планом и профилем. «Книга!» – воскликнул Гюго. – «Убила здание!» Без сакрального начала казалось, что градостроительство растеряет цельность и высочайшее призвание. Да так ли? Разве одно может убить другое, если культура послушно хранит тайну во времени. Священное чудесным образом не утрачивает святость. Дюго допускал сходство Библии с пирамидами или Ады с Парфеноном, Гомера с Фидием. Книга не то, чтобы не убила здание, но рукописная и печатная равновременно преобразовывала городской облик. И если Данте в XIII столетии был последней романской церковью, а Шекспир в XVI готическим собором, то и свинцовые литеры Гутенберга, порадив печатные книги, тысячекратно увеличили число библиотек, некоторые из которых – знаменитые шедевры архитектуры. После почти тридцати лет строительства замыслу Роберта Смёрка суждено было воплотиться в новое неоклассическое здание Британского музея с ионическими капителями, величественным портиком и резной колоннадой, возведёнными на месте старого Монтегюхауса в 1852 году. Веком ранее с этого дома, согласно королевскому указу Георга II, для выгоды и пользы всех началась история уникального собрания древностей и произведений искусства. Вместе с тем коллекционирование было только одним из мотивов. Расшифровка цивилизационных тайн всех эпох и континентов – вот что изначально терзало пытливый человеческий ум и побуждало изыскание музейных работников и прочих крайне любезных лиц и учёных. Проникновение в тайну ушедших и сокрытых временем и пространством культур – это ли не вызов богам и народам, каленопреклонённо почитающим непостижимые свои истоки? Это было состязанием одного титана с другим, буквоеда-учёного с демоном-камнеедом, аналитического ума-сумраком, готовым поглотить целые эпохи со всем их достоянием, как только ненасытный зев времени перемолит камни в труху. Один, постигая смысл, вчитывался в каждую букву, другой, стирая письмена, стремился уничтожить самую память о них. Состязание больше походило на битву, были в ней и свои герои. Шампалеон расшифровал розетский камень, и египетские иероглифы заговорили, пусть даже Исида и была против. Фризы Парфенона проделали путь с плоскогрудой вершины Акрополя в покое стилизованного в древнегреческом вкусе здания на Грейт-Рассел-стрит, пусть дожди и металл-молнии с некогда покинутого им Олимпа. Остатки геликарнастского мавзолея и храма Аполлона в басах, античные вазы и статуи, каменные летописи и манускрипты – всё это, влекомое человеческой любознательностью и научным интересом, перекочёвывало из родных небезопасных мест в Британский музей. Аппетиты хищной птицы времени так и остались неудовлетворены, а изучение артефактов осколков и постижение тайны превратились в такую же, не менее важную часть мировой истории, как и та, что рассыпана в осколках и запечатлена в артефактах. К началу 1873 года библиотека Британского музея насчитывала более миллиона рукописей и печатных изданий. Тысячи человек ежедневно вступали под его своды, сотни засиживались в читальном зале. Карл приходил каждую неделю. В иные дни, когда самочувствие позволяло, он задерживался допоздна, вдохновенно, самозабвением придаваясь труду всей своей жизни. Он был призван думать, сопоставлять, анализировать. Он был мыслитель. Шаг за шагом его мысль вершила своё восхождение, и абстракции производственных отношений находили конкретное содержание в категориях экономической науки. Крепким молодым мужчиной вошёл он в стены библиотеки, спустя двадцать лет располнел и отяжелел, как его труд. Чем более пухлой становилась рукопись Карла, тем большие перспективы открывались его умственному взору. Логические выводы превращались в посылки, понятия впитывали богатство и полноту умозаключений, и иногда ему казалось, что времени досадно мало, чтобы осмыслить простёртую перед ним панораму греха и страдания. Карл отпустил окладистую бороду и чувствовал себя пророком, ведающим подноготную всего мира. В метанемиях раскола, разделения, отчуждения с каждым годом росло признание его исторического мировоззрения. Заслуги учёного были спаяны со скандальной репутацией зачинщика бунта, и все перипетии жизненного пути шли бок о бок с неотвратимой, как самый ход времени, мировой революции. Он полагал, что ему удалось, наконец, разложить, как книги по полочкам, неисчислимые бедствия и неотвратимые ужасы былых эпох, проникнуть в тайны и пружины исторического развития и познать их во всей предопределённости и полноте. Развитие техники и классовая борьба – вот что, по мнению Карла вертела грузный маховик человеческого летоисчисления, и он единственный знал теперь, как им управлять. Он вступил в титаническую борьбу с отжившим, костным, унылым миром, соднящим, изнывающим, трусливым перед пароксизмом гнева нового гегемона, которого, как гомункула из пробирки, Карл желал скорее выпустить на лабораторное стекло новейшей истории. А пока старый мир не погиб, пока томился мукой сладкой, один только призрак Великой Победы бродил по континенту. И все силы старого мира объединялись для священной травли любой мысли о переустройстве. Римский папа и русский царь, баварские полицейские и французские радикалы, австрийская военщина и швейцарская буржуазия – все, все ополчились против коммунизма. Кровью были залиты европейские революции 1848 года, земельные реформы в России, коммуна в Париже. Что же, Карл доказывал, общественная история – это история классовой борьбы, и не нужно испытывать никаких иллюзий – борьбы не на жизнь, а на смерть. Пролетариям нечего терять, кроме своих цепей. Жадность, нахрапистость, безнравственность собственника, которым хочется еще и еще, произвол, цинизм, продажность властей, которым все дай, а там хоть трава не расти. Мир не может долее прозевать в подлости и обмане. Огромные массы перешли в движение, ищут точку опоры. Оттого происходят катастрофические, огненные потрясения, сравнимые разве что с извержением везувия. В такие часы гибнут Геркуланум и Помпеи. Он верил в освобождающую силу разума, созидательный труд миллионов и бесклассовый предел истории, провозвестником которого он стал демоническая карусель. Пар и машины произвели революцию в промышленности. Крупная промышленность создала всемирный рынок, предуготованный открытием Америки и колониальным расползанием империй Старого Света. Великий труд, осуществлённый Карлом, откроет новую эру общественного развития. Карл – революционер. Карл – учёный и коммунист. Он поддерживает всякое революционное движение, направленное против существующего общественного и политического строя, и считает презренным скрывать свои взгляды и намерения. Цели преобразования Старого Мира не могут быть достигнуты иначе, как путём насильственного ниспровержения существующего строя. Господствующие классы содрогнутся, когда сама история протестом площадей заявит о своих правах на судьбы детей и с яростным топаньем ввалится в дом. Да, пролетариям нечего терять, приобретут же они весь мир. Научные изыскания Карла разжигали костры гражданских пожаров. Когда-то на заре туманной юности он мечтал о карьере учёного. Собирался писать статью о христианском искусстве. Не дали. Засевшие на кафедрах себе любивые реакционеры сделали всё, чтобы не допустить его к преподаванию в Боннском университете. Да и диссертацию пришлось защищать не в Берлине, там он сразу примкнул к кружку молодых идеалистов, родителей причудливой дикой мелодии гигельянства, а в маленькой романтической иене, где Людвиг Тик сочинял лирические сказки, а милая деревянная беседка в саду ещё помнила встречу Шиллера с Гёте. Профессорская карьера не задалась. Карл выбрал стезю журналиста леворадикальной Рейнской газеты. Его статьи подверглись жесточайшей цензуре. Конечно, ведь он требовал свержения прусской монархии и установления демократии. Газету в конце концов закрыли, но прежде Карл лишился работы и ни за что не желал воспользоваться вакансиями государственной службы. Прусское правительство пыталось его подкупить, его – молодого революционера. Это было, по крайней мере, недальновидно со стороны власть имущих. Он же ощутил в себе тот взыскующий дух, который, если молвит слово, то горы сдвинутся с места, а реки потекут вспять. А они хотели, чтобы он малодушно променял это великое титаническое состояние на должность клерка средней руки. Нет, ему нужен был весь мир или ничего. Пусть убираются ко всем чертям. Жизнь сама вылепила из него бунтаря. Его любили чистой, верной, прекрасной любовью аристократки. Чудесная жени была подругой старшей сестры Карла, и он, счастливый уже тем, что мог видеть её, обручился, и едва ему исполнилось восемнадцать. В своей любви Карл и сейчас оставался всё тем же пылким юношей, каким был до отъезда в Берлин. Юношей, для которого жизнь представлялась результатом духовного деяния, самовыражением божества, проявляющего себя всесторонне в науке, в искусстве, в сердечных тайнах. Скалы, вздыбленные на его пути, были не более непреклонны и горды, чем его чувства. Большие города оживлены не более, чем его кровь. Гостиничный пансион вполне удобоварим, но даже искусство и фантасмагорические, дерзновенно хранимые образы не были так прекрасны, как же дни. Что стоят риторические размышления, если нет поэтических мыслей? Карл был влюблён. Он исписал три тетради и отправил ей стихи, дышащие теплотой чувств и жаждой полёта. Никогда, никогда Карл не позволял мысли потерять ход. Он переводил Германию Тацета и Элегии Овидии, изучал английский и итальянский языки, вникал в тонкости юриспруденции и философии. О, философия! Понимание духа, который стал миром! В конце первого семестра Школяр снова обратился к пляскам мус и музыке сатиров. Долгое расставание с идеализмом, который, пробиваясь сквозь вымученный юмор Скорпиона и Феликса и неудачную фантастическую драму Оула Нэм, претерпел окончательное превращение и перешёл в чистое искусство формы, увы, без вдохновенного взлёта идей и прочих воодушевляющих объектов. Царство поэзии, словно далёкий дворец фей, блеснуло и угасло в последних юношеских стихах. И он бежал из городов, после бессонных ночей и изнуряющей работы, хилый и немощный, в деревню Карл окреп телом. Завеса пала. Нужно было отыскать идею здесь, на земле. О, философия! Разве можно избежать её чар? В исходном пункте соединились искусство и наука. Необходимое развитие идей, взлелеенных при лунном сиянии, влекло юношу в чужие объятия. Последний его тезис оказался началом гегельской системы, и если прежде боги жили на небе, теперь они спустились на землю. Было в этом что-то демонически падшее. Божество скрывалось в любом своём проявлении. В природе, истории, понятии самом по себе. И сейчас, обозревая прошедшее, Карл едва либо захотел разбираться в тонкостях аргументации, стоившей ему долгих часов бдения над трактатами по естественной и социальной истории. Надо же было столько карпеть! Наконец, отринув плоды напрасной и бесплодной духовной работы, переболев и выстрадав выздоровление, Карл сжёг стихи и наброски новелл. Его философия прочно укрепилась на фундаменте политической экономии, самой строгой социальной науки. Уже разгоралось зарево мирового пожара, и горе было недотёпом, не желающим его замечать. История и наука стряхнули длань гегелевского мирового разума – призрак бродил по Европе, призрак коммунизма. Кто мог бы сказать, как выглядел этот призрак? Его плотной осаде подверглись веси и города сиятельной Франции. Им были взбудоражены австро-венгерские владетельные князья, а саксонские бюргеры навек потеряли покой. С призраком нельзя было не считаться. Капитал шарахался и бежал от него в испуге, рантье разорялись, иные боялись измены. Вот и эта парочка весьма странного вида молодёжь. Для чего им читательские билеты? Что они читают? Долговязый, истеричный, как де-муазель с больными зубами, поднял шум сразу, как ему отказали в выдаче дрянной княжонки. Он так махал бланком заказа, что Карл невольно рассмотрел предмет его посягательства. Маркиз де Сад – «Жустина» или «Несчастная судьба добродетели» и «La philosophie dans le boudoir» – «Философия в Будуаре» – того же автора. И это, стало быть, занимает французскую молодёжь. «La philosophie dans le boudoir» – «Мда». За последнее столетие буржуазия не выненчила ничего более оригинального, чем могла бы потешить бледную немочь любви. Изживающий себя класс. Одного взгляда на другого собутыльника было достаточно, чтобы понять – запойный хам. Черты его отличались гротескным обезьянним уродством. «Ту лё шамэн, сон энд эрэди, а ну…» – «Все пути нам заказаны». Как бы в утешение пробормотал пьянчушка. «Но сон па, Артюр» – «Так ведь, Артюр» – «Тэтуа, мэтэтэтуа, но прононс по муном» – «Замолчи, да замолчи же, не произноси моё имя», – вскинулся долговязый. «Этуа?» – «А ты?» – виновата, но оттого не менее упряман, нагло продолжал пьянчушка. «Тю де мант леколь де лепертенаж» – «Ты попросишь школу разврата». – «Нон, нон, мэн вит!» – «Нет, нет, не так скоро», – долговязый рассмеялся, пьянчушка обнял его за плечи. Карл укоризненно покачал головой. В раздражении он уже не мог сосредоточиться на работе. Вскоре после закрытия «Рейнской газеты» они с женой более года жили в Париже, откуда его выслали зимой 45-го, и он скитался по старой Европе каждый раз из Брюсселя и Кёльна, возвращаясь в Париж, пока после июньской манифестации 49-го года ему вместе с семьёй не пришлось эмигрировать в Лондон. «Хорошо хоть не на Дикий Запад вслед за Манон Леско», – пошутил его друг Фридрих и предложил бескорыстную денежную помощь. У Фридриха, сына преуспевающего текстильного фабриканта, всегда водились значительные оборотные суммы, но, как капиталист, он совершенно не состоялся и распылил состояние отца во имя великой титанической борьбы. Счастьем для него было Шато-Марго разлива 1848 года, а любимой добродетелью – весёлый характер. Таким он и был, ненавидел лицемерие, а из всех цветов предпочитал синие колокольчики. Весёлым до скандальности характером бравировала, однако, и пришлая парочка. Старший, притянув, целовал младшего в щёчки, височки, ушки. Тот вывертывался и показывал экономисту язык. Совершенно безобразная сцена, и Карл, уязвлённый, пристально наблюдал за ней с нескрываемым осуждением. Его, завсегдатая Британского музея, с той поры, когда Долговязова не было ещё и на свете, какая-то малолетняя кочка не заставит отвести или, из чего, потупить взор. Оба французика были неприятны учёным. Что говорить? Какие это друзья! Их отношения виделись, как на ладони. Пьянчушка содержал Долговязова, а тот воздавал ему всем, что имелось в распоряжении. Фу! Какое странное впечатление производил Долговязый, ещё и с высунутым языком. Казалось, обезьянья рожа вот-вот его придушит. И вправду парнишка внезапно повалился на стол, выпросто вперёд длинные руки и уронив лицо в складке потрёпанного пиджачка. Пьянчуга было его поцеловал, затем отстранился, погладил по голове и вдруг испуганно принялся трясти за плечо. – Артюр, Артюр! – чуть не всхлипывая, заплакал он. – Сатан, фарсёр, ты ве мя десудер, а век тэ шаур. Я реклял, реклял. – Сатана, весельчак, ты хочешь извести меня своими прелестями. Умоляю, умоляю! В конце концов, долговязый эротоман вскинулся, оттолкнул пьянчушку и в два прыжка придвинулся к Карлу. Его лживые, бесцеремонные голубые глаза впилис в спокойное и невозмутимое лицо философа. – Как же девиан в ей феи? А манкедико гаж де мэду ля мох! Из-за отсутствия мужества полюбить смерть я почти превратился в старую делу. Злорадно прошипел он. – Ква? – Что? – только что и спросил Карлу. – Экутэ! Я тулей талант. – Послушайте! – Я наделён всеми талантами! Хитро подмигнули в ответ. – Я пансон на муа. – ВSeці мю фе пею рогертерю ль МОнт. – Said ду ля шанс де не па суфрил Если плю. – Ма ви чув кө вь льфх дужс! – Се ре гер Табль. – Поэтому подумаем обо мне. Вот что заставляет меня почти не сожалеть о мире! У меня есть шанс больше не страдать страдать. Моя жизнь была всего лишь сладким безуйней. Это досадно. – Бьен, – строго сказал Карл, – эмэнтонанква, фэзонтутли гримас мажинабль. – Хорошо. И что теперь? Строим гримасок все, какие умеем? Долговязому, казалось, понравились отеческие нотки в его голосе. – Я не узник своего разума, – противно улыбаясь, изрёк он. – Я сказал, «Бог, я хочу свободу в спасении», – я сказал, «Бог, я хочу свободу в спасении, как угнаться за ней? Мной оставлены фривольные склонности, не нужна больше ни преданность, ни божественная любовь». Парнишка ухмыльнулся и положил руку на экономические рукописи. Как будто ржавую колючую проволоку впутали в ухоженную бороду Карла, так ему стало не по себе. Из-под хмурых бровей метнулись молнии, какими умело блистал его богоборческий дух. – Я вижу, вы здесь ради того, чтобы работать. Извините за беспокойство. Всё потому, что мы абсолютно одинаковые. И, сжав кулак, нагло зашелестел бумагой. – Сляно рима рьен! – Это ни на что не похоже! – воскликнул Карл и удержал тяжёлой ладонью тонкую юношескую кисть. – Воси коман! О как! – самодовольно оскладился тон. Я сказал, что мы абсолютно одинаковы, и я был прав. Всё просто. Всё потому, что я – это другие. – Сумасшедший! – решил Карл. Кисть выскользнула, и изрядная доля исписанных листов посыпалась на пол. – Je ne regrette pas les siècles de coeur sensibles. – Мне не жаль века чувствительных сердец. Он старательно разгладил скомканную в кулаке страницу. – Je ne regrette pas les siècles de coeur sensibles. – Мне не жаль века чувствительных сердец. Он старательно разгладил скомканную в кулаке страницу. Он сам. Каждый по-своему благоразумен, со своим презрением и милосердием. Я придержу себе место на вершине этой ангельской пирамиды здравого смысла. – Артюр! – пьянчушка потянула его за рукав. – Allons! Allons, mon cher! – Артюр, идём! Идём, дорогой! – Ватан! – Проваливай! – Отмахнулся Артюр. Ему было, что ещё сказать Карлу. «Кянто бонёх этабли, бонёх доместик, что же касается счастья, прочного, заведённого домашнего счастья», – вздохнул он. «Це не па пур Моа. – Же си троп-ди-сипе и троп-фебе. – Леви флёри пар хлёт Хавай, ей верете. – Ва! – Мави не па сэ пэссант. – Эль санволь ефлёт львену де сюде л'аксион. – За ше рпуэн дю монт». Что за ше рпуэн дю монт? Это не для меня. Я чересчур легкомыслен и слишком слаб. Жизнь расцветает за работой, старая истина, А моя жизнь недостаточно весома. Она взмывает и плывёт далеко поверх действия Этого драгоценного начала мира. Юноша снова заглянул Карлу в глаза. – Адьё, въей, экономист! – Прощай, старый экономист! – великодушно заключил он и, отстранясь, Возопил громко, чтоб было слышно По всей ротонде читального зала. – Адьё, литература де Боде! Лятин де Глиис, ливр эротик, сан ортограф, Роман де Незеюль, конь де Фе, Петт ливр де л'enfанс. – Прощай, вышедшая из моды словесность! Церковная латынь, безграмотные эротические сочинения Романы наших пращуров, волшебные сказки, Маленькие книжки детства. Вряд ли кто понимал его. Присутствующие мрачно и неодобрительно поглядывали На хулигана. – Бедняги! Труженики! – бросил он. – Не хочу ваших молитв. Одно только доверие. И… Я буду счастлив! Его крик заметался под куполом, эхом сорвался вниз И, прокатясь по рядам столов, безжизненной птицы упал под ноги. – Даун фон ля жик! – танцуем джик, Не в попад прокричал полудикий пинчушка. Юноша хмыкнул, скривив рот в развязной усмешке. Экстравагантная парочка потянулась на выход. Они шли в обнимку с явным намерением как можно сильнее эпатировать крайне любезных лиц и учёных. «Ляксьон со шерпуен дю монт» – «Действие – это драгоценное начало мира», – снова послышалась Карл. «Ляксьон иллегаль, ляксьон де рю» – «Подпольная работа, уличные выступления», – подумалось ему. Вся его жизнь была посвящена этому действию, настоящей борьбе. Старая Европа, города, освещенные газом, здания по периметру площадей, дворов и замкнутых террас, грандиознейшие концепции нового варварства. Старая, старая сказка всемирной истории. Её век уже был на исходе. Миру следовало измениться, измениться разумно, по направлению неуказанным им – Карлом. Ведь вся история съедаемого камнеедом мира была ничем иным, как порождением человека человеческим же трудом. Карл был гуманист. Он ощущал себя учёным в угрюмом кресле, величайшим человеком, земным божеством, в чьей власти было перевернуть мир. Ветви и дождь бились в оконный переплёт его кабинета. ЧАСТЬ ВТОРАЯ Итак, разве мои деньги не превращают всякую мою немощь в её прямую противоположность. Карл Маркс. Экономическо-философские рукописи 1844 года. Деньги. По первоначальному замыслу в четырёхугольном дворе библиотеки-музея следовало разбить сад. Однако, всё пространство заняли книгохранилище и читальный зал, на возведение ротонды которого Сидни Смёрку младшему брату сэра Роберта потребовалось три года. Крытый куполом на металлическом каркасе, с потолком из папье-маше, читальный зал поражал воображение викторианской публики размахом и неоренессансной отделкой. Это был символ прогресса строительных технологий. Так, к концу 1857 года, благодаря таланту обоих сыновей академика и живописца Роберта Смёрка, Лондон обогатился ещё одной культурной достопримечательностью. Певец величественной архитектуры Виктор Гюго, чей пламенный романтизм, как и музейный комплекс в Блумсбери, и ныне вызывает восхищение, будь он англичанин, посвятил бы этому памятнику поэму, а то и роман, что-нибудь героически трогательное с названием «Ночь в музее» или «Труженики манускрипта». Великим тружеником манускрипта и одной из живых достопримечательностей самого музея мог считать себя Карл. Его сочинения переводились на европейские языки и, как горячие пирожки, расходились по всему свету. Первый том труда всей его жизни уже вышел в Санкт-Петербурге и отдельными выпусками издавался в Париже. Назывался он «Капитал» и другого капитала у него не было. Отношения Карла с деньгами, древней печатью пресмыкательства, закабаления и позора всегда были не из простых. Престарелый отец, председатель коллегии адвокатов, владелец виноградников и один из самых богатых жителей Трира – просил сына, дабы не тратиться на дорогу, не приезжать на Пасху из Берлина. К четвёртому месяцу обучения студент просадил двадцать таймеров. Карл был послушен и остался в университете. Отец умер. Похороны прошли без него. Мать сочла нужным лишить Карла его доли в наследство. Так началось сражение с властью денег, которые он любил тратить, попадая в постоянную зависимость от них, в сражение за своё достоинство и свободу. Карл писал о деньгах, испытывая ужасающую нехватку денежных знаков. Его мир состоял из разочарованных и тех, кто находились во власти чар, которые налагали деньги. Доходов аристократки жены, в чём обществе было не принято говорить о процентах и капитале, не доставало. Приходилось без конца занимать наличные, чтобы оплатить еду, одежду, лекарства, книги, бумагу, табак, игрушки, когда дети были малы, замужества, когда ходили к девицам. Кредиторы не давали покоя. Несколько спасло положение наследства жены. Карл смог взяться за работу над книгой о политической экономии, прежде чем грозила рухнуть вся общественно-экономическая система капитализма. Исходным пунктом анализа, конечно, были деньги, мера стоимости и средства обмена, высшее благо и действительный ум всех вещей, которого никогда не бывает много и который избавляет владельца от труда быть нечестным. Благодаря им, их обороту и накоплению, складывались связи между трудом и капиталом, политической и социальной жизнью, экономикой и историей, между отчуждением человеческой сущности и эксплуатацией одного индивида другим. Небывалая теория капитализма претендовала на знания законов общественного развития и определённо дозволяла пророчествовать о неизбежном. Затем наследство в тысячу фунтов стерлингов, оставленное после кончины матери, доступ к которому уже никто не мог кому запретить. Рискуя быть арестованным, Карл поехал за ним в Трир. Деньги были ох, как нужны. Семья смогла переселиться в квартал, где жили обеспеченные адвокаты и доктора. Долги философ возвращать не спешил. Взамен у него появилась возможность работать в своём кабинете в пять окон и отдыхать на кожаном диване между креслом и книжными полками. В это же время от Менингита скончался один из старых друзей. По завещанию Карлу приходилось восемьсот сорок фунтов наличными. Почти трёхгодовой доход общественного деятеля и учёного. Денег хватило на пару лет. И снова начались домашние неурядицы. Мясник отказывался поставлять мясо, кончались запасы бумаги, к дочерям упорно липли женихи, неспособные любить в манере, согласующейся с лондонским меридианом, но способные рассуждать на тему. Раньше я любил лето, пока не понял, что лето может быть в любое время года, были бы деньги. Теперь я люблю деньги. Приходилось выяснять экономическое положение знойных креолов и уточнять суммы на обзаведение семьёй. Друг Фридрих неизменно выступал поручителем по его судам. В сентябре 1872-го они участвовали в Конгрессе интернационалов Гааги. Им удалось убедить делегатов необходимости переезда штаб-квартиры Генерального Совета за океан – Нью-Йорк. Это должно было положить конец любым попыткам устраивать от имени интернационала бесполезные путчи. А на следующий год после банкротства банка Джея Кука в США разразился финансовый кризис. Крушение капитализма было не за горами. Карл даже несколько отложил работу над продолжением экономической саги капитала, его учение и без того обретало повсеместное признание. Его мысль была чёткой, анализ прозрачным, критика – беспощадной. Он был исполнен мировым духом революции. В грядущих веках Карл прозревал доминирование буржуазных отношений, глобальный рынок, свободный труд, когда, перейдя к ответственности и бескорыстности, человек будет гражданином мира, а мир окажется именно таким, как, верилось, был и задуман, созданным для человека. Нечто забытое представало в этих прозрениях. Карл логически воссоздавал картину, будто бы знакомую с детства. Оттого всё в ней было рядом – речка с тенистым берегом, замок у воды, разговоры о поэзии и искусстве. Жизнь человеческая имела смысл только если она возвращалась в это царство равенства и свободы, непринуждённого общения, мысли и делого блага ближнего, мира, а там уже и людского рода в целом. Продираясь сквозь современность, Карл припоминал виденное им прежде и узнавал его черты в случайных совпадениях и мелочах жизни. Это были знаки. Если бы он верил в Бога, Карл принял бы их за откровения свыше и благословения своего пути. Но Карл был безбожник, воинствующий атеист и потому приписывал дежавю своей памяти, которая была безукоризненной и, случалось, иногда допускала удивительные шутки. «Иллюминосион. Озарение» – прочёл он на листе рукописи. Поверх стопки книг лежал его манифест, вышедший в Лондоне на заре революции 1848 года. Ныне это был исторический документ, в котором ни слова уже не решились бы изменить ни он, ни его английский говорится автор. Зловещее начало – призрак бродит по Европе, призрак коммунизма. Сменялось партийной программой и заканчивалось призывом к будущему гегемону – пролетарии всех стран, соединяйтесь. Взгляд остановился. Эту брошюру он отличил бы среди тысяч других. Было время. Восстание титанов, битва за мечту, в которой свободное развитие каждого является условием свободного развития всех. Как точно они это сформулировали? Фридрих набросал двенадцать тезисов, а Карл, по настоянию союза коммунистов, на одном дыхании за неделю составил из них манифест. И, не перечитывая, расстался с ним без подписи, без мельчений. – Пардонемо, – обратились к нему. Карл увидел ясные детские глаза и виноватую улыбку. – Пардонемо, со каприз ля дон фан. Простите мне тот детский каприз, – произнесли тихо, но чётко. И опять нежто забытое почудилось Карлу. Что именно он сказать бы не смог, хотя память, следуя мелодике слов, встревоженно встрепенулась в попытке схватить зыбкое, ускользающее впечатление, и растерянная замерла. Юношу Карл узнал сразу. Не прошло и года со дня памятной встречи. Это был тот самый наглец, не сведущий правил. Ребёнок-ангелочек с прелестной головкой, которая будто бы удивлялась взлохмаченности волос. На этот раз без пенчушки, но с другим, такого же возраста и такого же прожигательного облика невысоким красавцем с глубокими андалусийскими глазами. Нос дружка был с горбинкой, бородка раздвоена, а длинные тёмные волосы спадали на воротни. – Это вы фамилиях? – Вы знакомы? – Холодно, стомно, Средиземноморским выговором, поинтересовался андалюсиец. – Ви, Жерман, ну сон фамилиях? – Да, Жерман, мы знакомы, – гордо признался Артюр. – Он пёс один, лё коммунар, – сэмо. – Можно так сказать. Коммунар – это я. – Коммунар, смешнее не придумаешь. Мировая революция, во всём требовала непосредственного участия. Всё было вновь. Ничего нельзя было оставить наполовину. Основанное в 1864-м Международное товарищество рабочих не могло обойтись без сформулированных им заявлений, манифестов, обращений, резолюций, массы документов, чтобы объединить рабочие движения разных стран, выковать единую тактику пролетарской борьбы. Невероятные усилия предпринимались, чтобы обеспечить единство. Анархисты, либеральные трет-юнионы, лос-альянские потуги уйти вправо, Мадзин, прудон, бакунин, вульгарный материализм – преодолеть всё это, казалось, не будет никакой возможности. 4 сентября 1870 года парижские рабочие провозгласили республику. Немедля шайка адвокатов-карьеристов, якобы в интересах национальной обороны, присвоила власть. От нашествия прусских войск Париж нужно было защищать, вооружив рабочих и научив их военному искусству на самой войне. Но вооружить Париж означало вооружить революцию. Карл рассудил, что победа Парижа над пруссаками была бы победой французского рабочего над французским капиталистом и его государственными паразитами. Правительство вынуждено было выбирать между национальным долгом и классовыми интересами, и оно без колебаний из правительства национальной обороны превратилось в правительство национальной измены. Измена привела к гибели Парижской коммуны. Карлики-чудовище и подельники-лжецы сколачивали состояние на осаде Парижа. Классовая испорченность и гнусность буржуазии обнаружили всю свою подлую суть. Брат министра финансов республики публикуял лживые заявления на страницах своего «Electeur Lieber» – свободного избирателя, вводил в заблуждение биржевиков и наживался на поражениях французских армий. Ребята ловили рыбу в мутной воде. Я уродлив, – понимали они. – Что из того? Я могу купить себе красивейшую женщину. Значит, я не уродлив, ибо моё уродство сводится на нет наворованными деньгами. Пусть я даже хромой, но деньги приставят мне двадцать четыре ноги, и значит, я не хромой. Я плохой, нечестный, бессовестный, прохиндей, но деньги в почёте, а значит, в почёте и их владелец со всей своей мерзостью и отвратительным чеватством. Длинный ряд изменнических интриг с бруссаками завершился капитуляцией Парижа. Начиналась гражданская война, которую шайка адвокатов повела при содействии Пруссии против республики и Парижа. Партия контрреволюции держалась на трёх столбах – иноземном вторжении, гражданской войне и анархии. После резни в мае 1971 Франция надолго выпала из большой политики, а с мая 1872 осуждённых коммунаров принялись высылать в Новую Каледонию. Карлу было из-за чего негодовать. И вот из той же мутной воды ещё один неведомый изгнанник. «Не попёр, же сэгамьё». «Не бойся, я буду лучше», – как будто, читая мысли учёного, не сказал, пропел малолетний обманщик. «Куманто дю гадьё?» «Как сказать тебе прощай?» Всё с тем же средиземноморским акцентом также нараспев отверчали ему. «Дженосе, папа, я не знаю». Карл очнулся. Под манифестом на корешках книг угадывалась пара сочинений с авторством пресловутого маркиза де Сада, каким ни на шутку в прошлый раз раздразнил его безбожный ребёнок. «Текис Садемит» Мелькнула мысль, до чего же нелепы должны быть озарения, и задетый Карл с отвращением отшатнулся. «Сля, пах, кёну, сам, абсулюмар идентик» – всё потому, что мы абсолютно одинаковые – последовали совершенно невероятные объяснения. «Сэ, кё же тён отох» – всё потому, что я – это другие. Карлу не было до них дела. В Хэмстеде расцветали тюльпаны. Нужно было выбираться с семьёй на пикник. Часть 3 Бедный друг, истомил тебя путь, Тёмен взор и венок твой измят. Владимир Соловьёв Прошёл год. Всё большая усталость овладевало Карлом. Всемирное, вездесущее объединение борцов за свободу существовало только в его убеждении, что мировая партия мирового духа может быть создана силой самого духа, кристаллом действительности проступив из насыщенного раствора научного содержания. Не сведущим в партийных делах журналистам, казалось, что фантазёр придумал себе учеников, пустые организации, подчинённые вряд ли осуществимой идее, власть над умами немногих, которых считал своими сподвижниками. Карл, однако, был уверен, что помыслы превратятся в реальность и предполагал, как? Насколько кошмарной может статься реальность, в которой его портреты поднимут вместе с красным стягом пролетарской борьбы, а идеи вознесут на раме на новой религии? Неистовый и задиристый Карл не допускал даже за бокалом доброго вина у камина в доме на Майтленд-Парк-Роуд. Временами мысль о том, что представление о высшем благе может быть источником абсолютного зла, посещала его. Ему чудилось, как, стремясь к самой лучшей мечте, можно стать виновником самого худшего варварства. Карл отгонял страшную мысль и обильно заливал её рислингом. Ничто человеческое не было чуждо этому бескомпромиссному титану с обликом Зевса. Клубы сизого дыма растекались из мундштука. Он словно один выступал против целого мира во имя этого мира. Приходилось отражать бешеные, дикие личные выпады представителей мелкобуржуазного социализма, а эмигрантские кружки никогда не одобряли революционизированную им политическую экономию. Пролетарии всех стран, объединяйтесь. Лозунг социальной революции обещал разумное переустройство общества на основании научной организации труда и системы хозяйствования. Кому это могло быть под силу, как к немолодому социальному классу, которому нечего терять, кроме своих цепей? Капитализм обанкротился, в этом не могло быть сомнений, и в деле общественного спасения не на кого уповать. Небесная благодать не дарит материальных плодов. А человек, существо, которому прежде всего необходимо утолить свои телесные нужды и лишь после всё прочее. Религия, искусство, занимательная история… Лето 1875-го выдалось дождливым. Обильные осадки по всей Англии и Уэльсу вызвали наводнения. Из Норфолка сообщали, что видели странные вспышки голубоватого свечения, возносимого от земли к небу и сопровождаемого отдалёнными раскатами грома. По виду их можно было принять за полярное сияние, исторгнутое на закате тусклого июньского дня, когда вокруг уже темно, а вверху звёзды очистые убранства рассыпаются метеоритным дождём. Легковерие было единственным недостатком, который Карл легко прощал людям. Вместе с тем каждую свою мысль он тщательно обосновывал, опираясь на факты, многие из которых черпал в библиотеке на Грейт-Рассел-стрит. И если русский анархист Бакунин заявлял, что время выдвигать идеи прошло, а наступило время фактов и поступков, то Карл действовал, действовал намеченным образом. Сначала был поступок. Под занавес Конгресса в Гааге властелин интернационала разоблачил Бакунина, который угрожал издателю смертью, если тот не простит ему 300 рублей, выплаченные авансом за перевод капитала на русский язык. Факты не приминули себя ждать. В доказательство Карл предъявил делегатам письмо, написанное с подручным Бакунина нечаем и адресованное «Любавин». В письме от имени революционного комитета Любавина крепко припугнули убийством. Бакунин, читавший в подлинниках Канта, Фихта и Гегеля, утруждать себя переводом недюжинного сочинения Карла не собирался и был искренне возмущён фактом существования подобного письма, которое якобы видом не видывал и слыхом не слыхивал. Но разве против фактов попрёшь? Действие было срежиссировано почти театрально. Двадцатью семью голосами против семи Бакунина исключили из участников «Интернационала». Бывало, что двойная жизнь почтенного буржуа-княгачея и воплощённого мирового духа бунтарства, ночи, проведённые за работой над капиталом, призванным свергнуть власть капитала, изнуряли раздвоенностью и вселяли смутную тревогу в официального секретаря-корреспондента «Интернационала» де Юре и главу всей политической организации де-факто. Каждый раз, когда одна из рукописей была почти готова, Карл оказывался на грани депрессии и цеплялся за любой предлог, чтобы отложить окончание работы, так что даже заболевал – грипп, простуда, перитонит, заражение печени. Из проблемы общественной и теоретической отчуждение нисходило болезнью личной, телесной. Карл был буквоедом с перфекционистскими устремлениями. Он бесконечно переделывал подготовленное к печати и предпочёл бы сжечь рукописи, чем обнародовать недоведённое до глянца исследование. Сама мысль об этом была ему так же нестерпима, как бедность. Бедность – это было проклятие. Финансовое положение не улучшалось и, по всей видимости, улучшиться могло только с победой мировой революции. Денег, как всегда, не хватало. Поездка с младшей дочерью в Карлсбад на минеральные воды и последующее возвращение в Англию через Дрезден, Лейпциг и Берлин стоило целого состояния, а лечение нужно было продолжить. Жить приходилось на чужой счёт. Никто не знал, как разрешилась бы ситуация с кредитом, не обопрись он на дружескую руку Фридриха. Подорванное здоровье оставляло желать лучшего. Одно время поползли слухи, будто Карл умирает. Некоторые газеты поспешили с некрологами. В это время друг рекомендовал ему своего врача. А тот посадил мировой дух на строгую диету и ограничил умственную деятельность четырьмя часами. Что можно успеть за шестую часть суток. Дома Карл вычитывал французский перевод капитала, который полагал слабым и упрощенческим в сравнении с оригиналом. А в библиотеку приходил более по привычке, чтобы отдохнуть сердцем, возвратясь в окружение, где было привычно работать и размышлять. За неполные двадцать лет в пространстве читального зала прозвучали отголоски тысячи умозаключений и слов на десятках языков. Были предприняты миллионы попыток индуцировать мысль. Атмосфера сделалась намоленной, словно в храме. В яркий солнечный день окна по периметру купола создавали впечатление, что, подобно своду Святой Софии, он висит под небом без какой-либо внешней поддержки кирпичных стен. – К сожалению, эта книга на руках, сэр, – в полголоса отвечал ему библиотечный работник, – у того русского господина. Карл посмотрел на пророческого вида молодого человека с красивыми, вдумчивыми глазами. Доцент Петербургского университета, записался на прошлой неделе, интересуется исключительно гностической философией. – А как же, – пробормотал Карл, – иначе зачем бы ему понадобился очерк Британской Индии в трёх томах? – Белмай, Сведенбург, Шеллинг, латинские источники от алмудистской мудрости Каббалы, – Карлу показали формуляр, испещрённый записями выданных единиц хранения. – Рейхлин, Агриппа, и это за одиннадцать дней. – В его годы штудировали и поболее, – согласился Карл. – Думаете, иудей? – Хм, – замялся собеседник. – Вот и я о том же. По приезде с Минеральных вод Карл стал замечать за собой стариковскую ворчливость. А литература, по большей части, хасидского толка. Уж верьте мне, вполне может быть, что религиозный фанатик. И мировой дух атеизма занял привычное место в ротонге читального зала. Желая сверить цитаты, он открыл отчёты Комиссии по занятости детей за 1864-1866 годы. «Представляется естественным, – писал сталелитейный магнат, – что подростки, работающие ночью, не имеют возможности спать днём и получить необходимый отдых, а потому принуждены весь следующий день слоняться без отдыха». В отчёте говорилось. На одном прокатном заводе, где номинальный рабочий день продолжается с шести часов утра до семнадцати тридцати вечера, один мальчик работал четыре ночи еженедельно по меньшей мере до двадцати тридцати вечера следующего дня и так в продолжении шести месяцев. Другой в девятилетнем возрасте работал иногда три двенадцати часовых смены подряд, а в десятилетнем возрасте два дня и две ночи подряд. Третий мальчик, которому теперь десять лет, работал с шести часов утра до двенадцати часов ночи в продолжении трёх ночей подряд и до девяти часов вечера в продолжении остальных ночей. Четвёртый, которому теперь тринадцать лет, работал целую неделю с шести часов вечера до двенадцати часов следующего дня, а иногда три смены одну за другой. Например, с утра понедельника до ночи вторника. Пятый, которому теперь двенадцать лет, работал на чугунно-литейном заводе Стейвли с шести часов утра до двенадцати часов ночи в продолжении двух недель. Он уже не способен продолжать такую работу. Мальчик девяти лет свидетельствовал. «Я пришёл сюда в прошлую пятницу. Мы должны были начать работу на следующий день в три часа утра, поэтому я оставался здесь всю ночь. Я живу в пяти милях отсюда. Спал на полу, подослав кожаный фартук и прикрывшись курткой. В следующие два дня я приходил в шесть часов утра. Да, это горячее место. До поступления сюда я также целый год работал у доменной печи. Это был очень большой завод, расположенный в сельской местности. Моя работа тоже начиналась в субботу с трёх часов утра. Но я мог, по крайней мере, уходить спать домой, так как жил недалеко. В другие дни я начинал работу с шести часов утра, а оканчивал в шесть или семь вечера». На минуту Карл ощутил усталость, как будто вся масса труда, выполненная девятилетними мальчиками после ночной смены, удоменной печи легла на него. Да, против такой ношения грех было восстать. Ночной труд быстро наносил непоправимый вред здоровью детей. Работодатель закрывал на это глаза. То, что у подобных вещей вообще находились серьёзные защитники, лучше всего доказывало, насколько необратимые изменения происходили в мозгах у капиталистов и их приспешников. «Одно то обстоятельство, что мальчиков вообще заставляют работать попеременно то днём, то ночью», – сообщалось в отчёте, – приводит как во время оживления дел, так и во время их обычного хода к позорному удлинению рабочего дня. Это удлинение во многих случаях носит не только ужасающий, но прямо так и невероятный характер. Всегда бывает так, что кто-нибудь из мальчиков, которые должны сменить окончивших работу, по той или иной причине не является. В таком случае один или несколько из присутствующих мальчиков, уже закончивших свой рабочий день, должны заменить недостающим. Система эта настолько общеизвестна, что директор одного из прокатного завода на мой вопрос, каким образом заполняются места отсутствующих мальчиков, ответил, – «Я ведь знаю, что вам это также хорошо известно, как и мне», – и, не колеблясь, признал отмеченный факт. Вывод комиссии был резок и однозначен. Никакой человеческий ум не может представить себе той массы труда, которая, согласно свидетельским показаниям, выполняется мальчиками девяти-двенадцати лет, и не прийти после этого к тому неизбежному выводу, что такое злоупотребление властью родителей и работодателей не может быть долей терпимым. Тринадцатиметровая статуя Джаггернаута, бога Вишну, ежегодно покидала свой храм в небольшом городке на берегу Бенгальского залива и проделывала путь на колеснице, которую волокли четыре тысячи фанатиков-индуистов. Это был физически неимоверный путь. Падающие в грязь бывали раздавлены. Наиболее рьяные, с длинными спутанными бородами и клоками волос, в приступе религиозного экстаза сами бросались на землю, и пышно разукрашенная колесница шла ровнее. Безумство верующих поражало, подобно затмению среди бела дня или в высшей степени противоестественному, в духе маркиза де Сада, удовольствию умештвления плоти. Их экстаз был страшен, неумолим. Название этого праздника и городка в Британской Индии хотелось уточнить по трёхтомнику Мары, да не тут-то было. Карл вернулся к отчёту и перечёл заметку господина Стрэнджа, главного врача госпиталя в Буставе, о жизненной необходимости солнечного света. Свет оказывает непосредственное влияние на ткани тела, которым он придаёт крепость и упругость. Мускулы животных, лишённых нормального количества света, становятся рыхлыми и теряют свою упругость. Нервная сила, вследствие отсутствия возбуждения, утрачивает свой тонус, и развитие всего, что находится в процессе роста, задерживается. Что касается детей, то для их здоровья особенно важен постоянный обильный приток дневного света и непосредственное действие солнечных лучей в продолжении некоторой части дня. На этом господин Стрэндж не останавливался и приводил господину Уайту, как члену Следственной комиссии, свои наблюдения сугубо пагубного влияния ночного труда на фабричных детей. Мир наживы без всякого был устроен так, что для этих детей не нашлось ни света, ни игр, ни красок дня. А значит, ни каменных букв архитектуры, ни свинцовых книжных чернил. Одна только джаггернаутова колесница капитала. «Мальчики совсем не страдают от жары», – уверяли господа фабриканты Нейлор и Виккерс. «Температура, вероятно, достигает 30–32 градусов по Цельсию. В кузнечной и прокатной мастерских рабочие заняты посменно днём и ночью. Напротив, во всех остальных мастерских труд исключительно дневной – от шести часов утра до шести часов вечера. В кузнечной работают от двенадцати часов дня до двенадцати часов ночи. Некоторое число рабочих работает постоянно ночью, не переходя с ночного труда на дневной. Мы не находим, что дневной и ночной труд оказывают различное влияние на здоровье». На этом пункте Карл опять ощутил каменную усталость. Мир беспощаден. В будние фестивали его самые светлые радости омрачены гибелью, как лицезрение статуи Джаганадха, владыки вселенной, по пути её следования, вереницей убийств. Всё ради того, чтоб получить освобождение и бежать из этого мира. А чем плохо лучше из возможных, хоть и беспощадных, миров? Только тем, что мы сами не хотим его изменить. Почти сутки Карл не смыкал век. Чувствовал, как приступы печени и бессонные ночи добивают его. Миссия мирового духа не исключала каменной усталости памятника. Теперь это была усталость глаз, и веки смыкались сами собой. Вспоминались другие бессонные ночи, когда восемнадцатилетним сорвиголовой, сбородкой и густой чёрной шевелюрой шастал под танзалом, баром и кабаком, дрался, выпивал, вступал в словесные перепалки, а для перепалок огнестрельных приобрёл пистолет. Его рейнский акцент и пришепётывание стоили уймы насмешек, и Карл готов был пристрелить обидчиков. Каким образом разгульная жизнь не оборвалась тюрьмой, для него и сейчас было загадкой. Господин Сандерсон из тех Сандерсонов, что могли гордиться своими железопрокатными и кузнечными заводами в Атерклиффе, утверждал, что запрещение ночного труда подростков моложе восемнадцати лет повлекло бы за собой известные затруднения и увеличение издержек. Причём увеличение издержек не было бы столь значительным, чтобы фабрикант мог повысить цену стали, и весь убыток ложился бы на него, потому как переложить увеличение издержек на рабочих вряд ли было возможно. Взрослые, работая неделю днём, неделю ночью и будучи отделены от подростков своей смены, потеряли бы половину выгоды, которую извлекали из подростков, ведь им оплачивалось руководство детским трудом. Так, во имя эксплуатации самых слабых, возникала круговая порука рабочих и капиталистов. В случае запрета детского труда взрослым рабочим, лишённым половины дохода, к тому же нужно было взвалить на свои плечи весь ночной труд. Сандерсоны вынуждены были бы оплачивать им эту часть заработной платы из своего кармана, вместо того, чтобы оплачивать её ночным детским трудом. Вот почему подростки не могли изучать своё ремесло днём. Это место Карл пометил ремаркой из логики Гегеля. «В наши богатые рефлексии и резонирующее время человек, который не умеет указать хорошего основания для всего что угодно, даже для самых дурных и превратных мыслей и поступков, должен быть уже очень недалёким. Всё, что испорчено в мире, испорчено на хороших основаниях». Как же господину Сандерсону было не испортиться на идее экономической эффективности? Отменить ночные смены означало катастрофу. Плавильные печи, прокатные станы, бездушные громады зданий, огнедышащие машины, железо, уголь перестали бы круглосуточно всасывать прибавочный труд. Капиталист всетовал, что в таком случае произошла бы огромная потеря вложенных средств. Очень дорогие машины бездействовали бы половину суток, и ему бы пришлось удвоить размер помещений и количество машин, чтобы произвести такое же количество продукта, какое производится ныне при системе детского ночного труда, а это удвоило бы издержки. Бедный, бедный господин Сандерсон! Понимал ли он, что уже умер, – и только жадный плотский облик его хлопочет еще об устройстве растраченного в погоне за наживой будущего? Некоторое время Карл безучастно смотрел перед собой, затем огляделся. Усеченные конусы света скрещивались, падая из-под купола читального зала. Тени облаков гуляли по кругу. Гигантский сноб красок дня лился из отверстой сердцевины августовского неба. Русский каббалист, приподняв голову вверх, следил за их переливами в золотой лазури. – К счастью, мы, немцы, не скифы! – пробормотал Карл и на мимолетный взгляд русского хотел было повторить свое давнее изречение, да посчитал его выспоренним. Подобно тому, как древние народы переживали свою предысторию воображения, мифологии, так мы, немцы, переживаем нашу будущую историю в мыслях, философии. Мы – философские современники нынешнего века, не будучи его историческими современниками. Немецкая философия – продолжение немецкой истории в идее. Потому промолчал. Что, если Джаггернаутова колесница науки требовала и его жертвы? Экономические рукописи были только прологом к общественной деятельности. Его миссия заключалась совсем не в том, чтобы писать научные или философские труды. Действие – вот ради чего стоило жить. Действие, превращённое в манию действовать во что бы то ни стало и несмотря ни на что. Действовать ради действия. Это и было титаническое состояние. Их взгляды снова сошлись. Большая живость ума и постоянная кипучесть мысли отличали обоих. Сля Парскенусом Апсулеману Винтик припомнилось совершенно невероятное объяснение. Все потому, что мы абсолютно одинаковы. Все потому, что я – это другие. К чему бы? Быть может, в облике молодого духовица Карл угадал сходство с запамятованным библейским пророком? Шарлатанство. Любое ответственное заявление о том, кто мы, откуда и куда идём, могло основываться лишь на серьёзном анализе политической экономии. Карл был в этом окончательно убеждён. И никакой, слышите, никакой религиозный экстаз не возвышал ни один смертный ум до откровения. Впрочем, нерелигиозный тоже. Учёный тяжело перевёл дух. Демоническая карусель. Такая же сама себя пожирающая система детского ночного труда господствовала на стекольных и бумажных фабриках. Очень часто мальчики и девочки отрабатывали сверхурочное время, которое растягивалось до двадцати четырёх и даже до тридцати шести часов напряжённого труда. В непрерывном и неизменном процессе глазирования на бумажных фабриках можно было встретить двенадцатилетних девочек, которые работали месяц напролёт по четырнадцать часов в сутки без какого бы то ни было регулярного отдыха или перерыва в работе. Кроме двух, самое больше трёх получасовых перерывов для принятия пищи. А на фабриках, где регулярная ночная работа была всё-таки отменена, продолжительность сверхурочного времени достигала ужасающих размеров, и это при самых грязных, самых горячих и монотонных процессах. Капитализму не нужны были ни преданность, ни божественная любовь. Только труд, отчуждённый результат которого составлял основу награбленных состояний. Только труд и прибавочная стоимость, за которую капиталист продал душу. Убеждения малолетних рабочих танцевали джиг на вершине ангельской пирамиды здравого христианского смысла. Дьявол – доброе существо, я не знаю, где он живёт. Злой человек был Христос. Несколько раз бывал в церкви. Одно имя, о котором они проповедуют – это некий Иисус Христос, но других имён я назвать не могу, да и о нём ничего не могу сказать. Он не был убит, а умер, как умирают все люди. Он отличался в некотором роде от других людей, так как в некотором роде был религиозен, а другие – нерелигиозны. И это юноша семнадцати лет. Что же было ожидать от девочки, которой едва исполнилось десять, и которая вместо «гот» – бог, по буквам выговаривала «дог» – собака, и не знала имени королевы? Фабричные дети – живое доказательство того, что капитализм не искал спасения в абстрактной любви высшего существа, и, как говорил Лаплас, в этой гипотезе не нуждался. Бог умер. Культура обожествила тайну. Тысячи лет племена и народы, как хворост, падали под джаггернаутову колесницу истории. Её время прошло. Джаганатху пора было возвратиться на своё музейное место в храме, реорганизованном в информационный центр для любопытных туристов. Старая, старая сказка всемирной истории приближалась к концу. И эту развязку можно было объяснить диалектически, без казуистики вероисповедания во Вседержителя, без упований на ясновидцев и новейших пророков. Божество скрывалось в любом своём проявлении, но это было сотворённое, человеческое божество. Таковым было его профессион ду фоа Истинна и справедливость, и стремление к ним всё вместе составляло единую творческую силу, что неустанно проделывало работу преображения и любви в каком угодно сознательном существе. Карл верил в людей. В своём стремлении человечество шло по пути технического прогресса. Почему было не придать ему импульс нравственного и общественного совершенствования, волевой силы неотчуждённого труда? Карл решительно поднялся. Он был готов к действию. Неподвижное солнце любви сияло в безбрежной космической лазуре женским ликом божества. Его красота служила для исполнения добра, ибо только красотой просветлялась и укращалась недобрая тьма старого, как само предание мира. Накрапывал слепой дождь. Не отвлекаясь, упругим шагом зрелого, полного сил мужчины, Карл ступал по Грейт-Рассел-стрит. Трубным глазом из записных книжек памяти торжествуя возносилась ранняя его мысль. Философы лишь различным образом объясняли мир. Но дело заключается в том, чтобы его изменить.